Приветствую Вэлс. Ольга, давайте разберем ваш вопрос, ваш секс. Вы пишете, любимый болеет, меня видеть не надо, но по переписке пытается дать понять, что любит. Как его понять и что с этим делать? Ну, это вопрос заранее такой направленный на, скажем так, ну не на негатив, да, но на зависимое такое положение от человека. Потому что понимать другого человека это очень неблагодарное занятие. Вот пытаться понять другого человека, очень неблагодарное занятие. Очень выматывающее занятие, очень тяжелое, очень обесценивающее самого человека, того, кто пытается понять. Поэтому делать подобное я вам не рекомендовал бы крайне. Вот пытаться кого-либо понять. Вам нужно ориентироваться здесь на себя. И опять же, именно из того, что вы, например, сами, допустим, хотели бы делать. Допустим, именно из того, что вы сами для себя считаете здесь адекватным, именно из того, что вы сами для себя считаете, скажем так, правильным. Вот, и нужно, наверное, поступать. То есть, именно так, как вы сами считаете важным, именно так, как вы сами считаете, ну, правильным. То есть, ориентироваться нужно именно вам на себя. И только на себя. В противном случае ситуация будет крайне такой вот негативной. для вас травмирующей. Вот. Собственно, тот же ответ, да, такой, или можно, ну, лучше сказать, такой же ответ, можно дать, говоря о том, что с этим делать. То есть, что сделать с этим можно и нужно. То же самое, да, то есть, так же ориентироваться исключительно на себя. Также ориентироваться исключительно на то, что вы сами, 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 вы сами считаете важным. На то, что вы сами считаете здесь правильным. На то, что вы сами считаете, ну, скажем так, адекватным. Вот. Это, это, наверное, и будет таким вот, своего рода, вам ответом на эти вопросы. Дальше. Одногруппник очень обидел своим презрением бесчетивых, когда имел неосторожность, признаться, но в любви, в любви. Ну, смотрите, смотрите, с чем мы здесь имеем дело? Мы имеем дело с тем, что вы признаетесь человеку в любви с некоторой, с такой определенной, если не целью, то ожиданием. Вот. То есть, у вас имеют, имеют место быть некоторые, некоторые ожидания именно по вопросу, вот, того, как человек, ну, себя, ну, будет вести, да, скажем так, скажем так. У вас, вот, есть, как раз, такие вот, некоторые ожидания, вот здесь. Вот. И мне кажется, мне кажется, что в первую очередь здесь имеет большое значение, большое значение имеет природа ваших ожиданий. То есть, чего конкретно вы ждете, вот, того, что вы признались человеку, потому что это тоже самое презрение, оно, вполне может быть таким результатом, да, некой такой защиты или там неизбежности. Он не верил вам. И прочее. То есть, ну, могут быть, по большому счету, уже самые разные варианты, варианты того, почему мужчина у вас ответил на презрение. Вот. Но правда заключается в том, что вы отреагировали достаточно на это, как мы видим, негативно. То есть, вам, ну, было, вот, скажем так, обидно. И не то, что, я считаю, что вам не должно быть обидно, но я считаю, что, как минимум, как минимум, с причиной того, почему вам стало обидно, да, как минимум с этой причиной, ну, стоит, стоит поработать, да, стоит, стоит поработать, почему, почему, да, стала обидно, вот, из-за чего, вследствие чего, что произошло, что произошло, вот. То есть, что именно вас, там, к примеру, задел, что именно вас, к примеру, к примеру, обидело, чего вы ожидали, да, чего вы ожидали, и почему вы этого ожидали. Потому что, вот видите, как бы обидел своим презрением, но это, на мой взгляд, это про определенные все-таки, все-таки, определенные, а, именно, вот, ожидали, от, а, ну, ситуации. Вот, и очень важно понять, чего вы ожидали. Дальше. Дальше. Имела неосторожность признаться ему в любви. Для чего вы признавались молодому человеку в любви? Зачем вы ему признавались в любви? Вот это очень важно. Потому что... Вопрос... Возника. Да? Что бы что? Какие были... Какие у вас были... Ожидания? От... Того, что вы ему признали? Ну, вот, именно в любви, в любви. Вот это очень важно. Потому что имела неосторожность признаться в любви, значит, призналась случайно. Если призналась случайно, ну, значит, скорее всего, вы как-то, ну, можно сказать... Стыдились этого, либо стыдились этого, либо продолжаете стыдиться того, что признались ему в любви. Вот. Ну, на мой взгляд, опять же, очень важно, очень важно понимать, чего именно вы стыдитесь. Вот. Потому что, если вы стыдитесь, например, своих чувств, да, то это вопрос про уверенность в себе, самооценку. Вот. Про... Значит... Такое вот... Определённое, да. Принятие себя. Вот. Это про это. Понятно, да. О чем я говорю. То есть... Ваше отношение к своим чувствам здесь играет ключевую роль. Отстранилось. Пишите вы. То есть... Такая здесь... Ваше... 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 Ушли в... Ваше... Такую. Вот. Ваше.. Ваше... Эээ... Это... Как произошло? Это вы отстранили? Ну как это произошло? Почему вы так поступили, почему вам, например, ну может быть захотелось так поступить, вот, это важно, правда важно. Потом сам поднял голову и долго, и делаю вид, что безопасно придалось добиться, хоть как-то добиться. А здесь возникает вопрос, почему вы играли с человеком, по сути. Но я думаю, что, я надеюсь, что вы не будете спорить с тем, что вы играли с человеком, вот, вы, вот, по сути, получается манипуляция, делали, делали вид, что добиться у него важно получать. То есть, это манипуляция, это манипуляция, может быть, какие-то элементы мести, здесь, вот, может быть, какое-то желание компенсировать то, что, ну вот, то, что вы испытывали, да, то есть, такой вот принцип, ну принцип справедливости ваш, о, собственный, может быть, о, принцип-принцип столеона здесь, то есть, зуб за зуб, око за око, вот, не знаю, не знаю, но то, что, что-то, что-то такое здесь есть, манипулятивное и неискреннее, это очевидно, это очевидный, это очевидный факт, я надеюсь, с этим вы спорить не будете, вот, вопрос в том, для чего вы так делали, опять же, это неискренность, и это с одной стороны, с другой стороны, если человек, допустим, там, пытался вас добиться, вот, то, по большому счету, вы себя, ну, позиционируете в таком ключе, вы себя позиционируете в таком ключе, как некую, ну, как некую, ну, как нечто, что нужно завоевывать, понимаете, вот, я бы не сказал, что это самое лучшее и полезное для вас ситуация, вот, потому что, ну, вы, таким образом, вы, может быть, этого не замечаете, но таким образом вы себя лишь только обесцениваете, потому что молодой человек, например, вас, может, завоевать, да, ну, а вопрос, а что, что дальше? То есть, ну, хорошо, он вас завоевал, а дальше что? Что дальше? Как, как дальше? Вдруг у него обнаружилось измерительное заболевание, полегче за собой, а не менее, ну, к потере возможности ходить. Навестила больницу, сначала был рад, но потом сообщила о нежелательности такого поступка. В конце концов, получила масса недовольства, как его теперь поддержать? Никак, если человек не хочет вас видеть, никак. Ну, тут момент такой, что вы, опять же, в большей степени говорите про себя. То есть, вы, опять же, в большей степени говорите про то, что получила масса недовольства, то есть, что вам неприятна эта ситуация, что вас, условно говоря, обидело. То есть, вы говорите здесь о себе. Вы поймите, что это неплохо. То, что вы говорите о себе, это неплохо. Я вам даже больше скажу, что это может быть даже и хорошо, что вы говорите о себе. Но нельзя говорить о себе в контексте, ну, вот другого человека. Понимаете? Нельзя говорить о себе в контексте другого. Но этим вы ставите себя, ну, в то же самое, в то же самое зависимое положение. По сути. Понимаете? Какая штука. Как поддержать мужчину, знает только, наверное, он сам, потому что, ну, мы не можем этого знать. Мы не можем этого знать, в силу того, что, ну, мы не находимся, как бы, на его месте. Вот, на месте мужчины, я имею ввиду. Поэтому мы не можем знать, как лучше его поддержать. Я думаю, что лучше всего, знает это вы, вот лучше всего, что ему, например, приятно было бы, что ему, ну, могло бы понравиться. Вот, что для него было бы, приятнее. Вот. Скажем, скажем так. Да? Ну, вот. Вот это вот, наверное, то, что вы можете сделать сейчас, на данном этапе. Вот так. Ну, и все. Ну, предварительно вам имеет, конечно, смысл разобраться в себе, потому что, ну, нельзя. 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 Но, так, ну да, вы смешивать то, что вам хочется для себя и то, что вам хочется для, ну, для молодого человека. Вот этим вы, извините, да, но этим вы ничего не сможете добиться. Вот. Вам будет крайне сложно и тяжело выстраивать отношения с людьми, да? Вот в таком ключе, когда вы крайне не устойчивы в отношениях. Ну, в отношениях. Вот. Вы будете находиться вот в такой уязвимой позиции. Вот. Из-за чего крайне трудно будет вам, значит, как-то вот действовать по направлению к людям. Вот. Потому что по направлению к людям действовать желательно именно только по направлению к людям. Вот. А вот получается, что вы с помощью людей, да, решаете, ну, еще и свои какие-то проблемы и задачи. Вот. Это не очень хорошо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...